У нас с вами сегодня пятая лекция. Сойдитесь, пожалуйста. И сегодня мы обсуждаем строки и списки. Строки и списки. Эти объекты сходны друг с другом. И мне хотелось бы для начала показать простое сходство этих объектов, а потом уже различать их друг от друга. Ну, давайте, центральное заголовок, да, привет. Строки и списки. Строки и списки. Чем они сходны? Они являются итерируемыми объектами. Это очень важно. Они, можете так это писать, итерируемые объекты. Если не влезать в детали внутренней реализации, это значит то, что можно бегать при помощи цикла for по этим самым объектам. То есть я могу взять и дописать там s равно, ну, например, helo, world, и пробежаться for char in s в точе при char. Итак, список пишется в квадратных скобках. Элементы списка через эту булую. Ой, я с буквой а. 1, 2, 5, 3, 4, 8. Форм x in a. Print x. Вот эта простая форма использования очень удобна. Без всяких индексов. Без всяких лишних переменных. Без всяких квадратных скобок с вниманием элементов. То есть можно просто при помощи цикла for пробежаться по данному объекту. При этом и строка, и список являются упорядоченными, итерируемыми объектами. То есть в них есть четкий порядок, есть индексы у элементов, которые... То есть, короче говоря, к ним можно доступаться по индексу. Давайте с вами индексы эти напишу. Естественно, что начинается от нуля. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пробел 7, 8, 9. Есть один. Сюда 0, 1, 2, 3, 4, 5. Может быть, там нас уже покороче сделают. И ограничиться один, где ловится. Ага, привыкли. А я вовремя начался. Итак, далее... То есть можно пробегаться по индексу. Например, вот так вот. For char in... О, char. Приятно. Неправильно. For i in range. лен. Лен. В первой точке. Прин. С. Ит. Ну и, соответственно, давайте здесь. For i. In range. Лен. А. Как видите, лен, эта функция может быть применена как к строке, так как к списку. Пожалуйста, там можно определить длину данного объекта при помощи функции лен. Количество там элементов. Очень удачно то, что функция range с одним параметром начинается как раз от нуля, от нулевого индекса. И вот это значение, это ее стоп. То есть элементов 6. Функция лен вернет нам шестерку. Она у меня равно-равно 6. Вот здесь вот. Да? Лен. И при этом как раз шестерка не достигается при помощи функции range. То есть она закончит на пятерке. Шестерка не включительно. Так что очень удачно и удобно пользоваться функцией range для того, чтобы пробегать по всем индексам итерируемого объекта. Ну и, соответственно, я могу что-то сделать. Брин, например, аитаем. Ну, естественно, поскольку у меня есть возможность доступа по индексу, нужно обсудить, насколько быстро этот доступ по индексу работает. В случае со списком, очень быстро работает. В случае со строкой, надо сказать, что не очень. Не очень быстро работает доступ по индексу. Почему? Почему? То есть, короче говоря, если вы уже знаете, что такое асимптотика, если вы не знаете, я вас через несколько лекций веду, понятие асимптотики. Но если вы знаете, то здесь это от единицы асимптотика по искату, элемента по индексу. То есть, его как в кристалле. Вот у кристаллов, в отличие от жидкости, есть так называемый дальний порядок. А у аморфных твердых тел и у жидкости у них что? У них ближний порядок. То есть, мы можем вот соседний. Вот примерно так и здесь. Почему ближний порядок есть у строки, а дальнего нет? Дело в том, что строки хранятся в формате Unicode. Надо сказать, что Unicode это стандарт, подразумевающий не одну категорию. Не одну. А, по-моему, штук пять. Это, я только несколько назову, которые общие, широкоупотребительные. Это UTF-16, 32 и UTF-8. Вот три я назову. Так вот, UTF-16 это двухбайтные символы. Ну, можно представить, 16 бит, да? Два в шестнадцатой это, сколько? 65535 различных символов. Надо сказать, что это намного больше, чем 256 символов. И однобайтные кодировки, конечно, перекрывают просто, ну, понятно, 256 символов. Вы там русский, английский, может быть, еще закодируете, там циферки, всякие запятые, да? А если туда же греческие символы, а если туда же армянские, какие-нибудь еще там грузинские. Да вот, знаете, вот есть такая замечательная республика Дагестана. Там только народностей в одной республике, народностей, которые имеют письменность древнюю, 14, в одной республике. 14 малых народностей, каждый из которых имеют древнюю, древнюю письменность. А есть еще те, которые письменности не имеют, они пишут по-русски. Понимаете? Ну, это, как сказать, русский язык там является объединяющим. Это все. Вот. Я к чему? Что 256 не хватает, а 65 тысяч хватит или нет? Ну, давайте китайские иероглифы заходим. Общеупотребительных около 3 тысяч. А всех исторических, ну, там, с книгами, там, древними, там, всякими особенностями техническими, около 40-60 тысяч. То есть, в принципе, для китайских иероглифов может быть 4, 2 байков бы их хватит. Ну, понятное дело, что если туда добавить вьетнамские, какие-нибудь мьянманские, японские иероглифы, да, то уже явно UTF-16 не хватит. То есть, он не универсальный, он не совсем юни-коды. Понятно, да? UTF-32 бита, то есть 4 байт, и его, конечно, на все хватит. Да, и надо сказать, что 16-ти битный, то есть 2 байт, и 32-х, то есть 4 байт, это равномерные кодировки. Но, ну, в принципе, 4 байт, 2 в 32-й, это, ну, можно оценить примерно, 2 в 32-й, это примерно сколько? Это 2 в квадрате умножить на 2 в 30-й, да, 2 в квадрате это 4, а 2 в 30-й это примерно 10 в 9-й. 4 миллиарда, ну, 4 миллиарда символов, пожалуй, наверное, хватит на все исторические языки, церковно-славянские, какие-нибудь там умершие языки на древне-древнегреческие символы и так далее. Наверное, хватит, но в любом случае эта кодировка закрыта, то есть если мы захотим там закодировать какой-нибудь супер-купер язык, да, еще, то есть, в принципе, 34 миллиарда исчерпают, понимаете, да, то есть когда-то, может быть, казалось, что 256 почти не сейчас, понятно, ну, или как сказать, хватит более-менее, да, а потом оказалось, что 2 байтов не хватает. 4 байта, может быть, хватит на любой символ 4 байта, но этот стандарт Unicode заранее заложил возможность сделать неравномерное кодирование, неравномерное кодирование. Это значит, что символы кодировки American Standard Code for Information Interchange занимают ASCI, так называемые, да, ASCI, они занимают 1 байт, то есть они как раз занимают те самые 8 бит, которые тут указывают. То есть если текст в английском кодировке, то у вас 1 байт есть, ну, я так, например, 1 байт, 2 байта, да, там, HELLO, 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 а тут вдруг вы захотели написать по-русски, HELLO, это, так, пробелы, еще 1 байт, а тут вы захотели написать какой-нибудь иероглиф. Ну, давайте я какую-нибудь иероглиф, ну, мол, корейский. Ну, и он будет занимать, ну, скорее всего, 4 байта. Понятно? То есть у вас может возникать такая ситуация, что у вас, ну, как бы, они, понятно, идут последовательно друг за дружкой, но у вас они занимают разную длину. Как сделать это кодирование однозначно декодируемым, ну, то есть, короче говоря, как дать возможность любому языку, там, любому интерпретантору распознать, что этот вот конкретный символ, вот тут вот лежащий, это не 1 байтный, а ски, да, а это 4 байтный, там, или 2 байтный какой-нибудь символ. Как это дать, это возможность? Это при помощи условия фонора, наверное, кодирования и, собственно, ну, там, про префиксы берега. Мы в какой-то момент поговорим с вами про это, и сейчас не будем трогать. Смысл вот в чем, еще раз говорю. Дальнего порядка в строках нет. Но, тем не менее, вычислить по индексу методом добегания, то есть мы можем дочапать до этого, отсчитать до этого символа, может. Понятно? То есть работа со строками по индексу в питоне чисто идеологически не оптимизирована. Зато вот этот формат UTF-8 является, а, очень популярным. В нем тексты выглядят, большинство текстов сжаток, потому что большая часть текстов, она для английского языка, да, или для, ну, двух байкеров. Понимаете, более-менее популярный формат. Вот, удобно, популярно, и что еще? В смысле сжатый текст, популярный. Любые языки могут быть там применены. И еще, большая часть видов обработки текста, она как раз последует. Понимаете? Она как раз последует. То есть она, скорее, вот такая типовая, вот такая вот. А уже если вам нужна такая работа, вот такая с этими элементами, ну, уж тогда можно использовать какие-то другие форматы хранения строки, самая примитивная, с которой я сейчас вам покажу. Одну минуту. Значит, я вам сказал, чем похожи строки и списки. Чем похожи строки и списки. А давайте посмотрим, чем они различны. Вот давайте сделаем с вами следующее. Я хочу S и T сделать что? S и T равно... Ну, давайте я тут применю парочку функций, как раз, очень удобных. Да? Которые вы наверняка, если знали, поскак когда-нибудь, узнаете и порадует. S и T равно... От S и T... О, прошу прощения. От Орд... От S и T... Давайте, единственное, что я сокращу до келок. Вообще не знаю, что там после цепи 2 идет таблица кодовая. От Орд S и T плюс 1. Ну вот, я закончил сейчас эту строчку, а теперь я подправлю, чтобы мало не тема была, а тема была. Опять. Видите, что я сделал, да? Вопроси. И вот тут, ну понятно, что я хочу. Мое стремление вполне понятно. А теперь вернемся к внутреннему представлению. Представьте себе, что я стираю буковку L, вот эту, и на ее место хочу впихнуть какой-нибудь корейский иероглиф. Да? Какой-нибудь корейский иероглиф. Там я... Я уже забыл все. Ну, какую-нибудь фигню. А она у меня 4 байп. А там 1 байп. Понимаете? А строка у меня... Ну, что это потребует? Это потребует какого-то расширения, сдвига по памяти. Нельзя просто впихнуть в оперативную память середину, да? Нужно как-то существенно это дело раздвигать. Это существенное. Почему существенное? Потому что строка может быть мегабайтной. Много мегабайтной. Это может быть война и мир, понимаете? В одной строке. И вам нужно все символы сдвинуть. Короче говоря, вставка, замена символа нетривиальная операция. Для неравномерного кодирования, которое заложено в собой кодировки Винтайф-8, нетривиальная. Поэтому присваивать в строку нельзя. Точнее, конкретно нельзя вот это. СИТ брать можно. Можно добывать оттуда, но присваивать туда нельзя. Для списка, пожалуйста, АИТ, давайте, АИТ равен АИТ плюс 1. Ну, я хочу увеличить все числа в списке. Пожалуйста, так можно. Понятно? То есть списки являются, внимание, изменяемым типом. Строки являются типом неизменяемым. Ясно? Теперь давайте с вами еще одну интересную вещь сделаем. Ну, а, собственно, а то, что я тут написал, делать можно. То есть вот это вот можно что сделать? Ну, сохранить в какой-то, там, не знаю, С равно ЧР и принт этого С. То есть создать новый символ по коду какого-то и того символа плюс 1. Понятно, да? Орб и ЧР работают в питоне. Давайте с вами еще кое-что посмотрим интересное. Какой тип, собственно, Type-A? Ну, принт Type-A. То есть я хочу его увидеть. Я его распечатаю. Принт Type-A. Он мне напишет, что он является, ну, там он под линейный, напишет класс Лист. Лист, короче. Что? Простите, пожалуйста, а что такое ЧР и Орд? Вы не знаете паскал? Нет. Орд – это функция, которая возвращает код символа кодовой таблице. Ну, понятно, что символы хранятся в памяти в двоичных кодах, да? Но он возвращает десятичное значение двоичного кода из таблицы кодирования. Ну, в данном случае, UTF-8. Включается он как код UTF-8 символа. Ясно, да? А ЧР, наоборот, он по коду возвращает символ. Теперь понятно, да? То есть я здесь что сделал? Я вытащил код символа из таблицы кодировки, да? Потом прибавил к этому символу единичку. То есть я код увеличил на единичку. А потом снова закодировал в символ. То есть я могу, в принципе, если я эту делу буду распечатывать, а не записывать. Ну, типа по символу распечатать. Например, то я увижу символы какие. После х в таблице кодово, естественно, там алфавит подряд идет, да? H, J, да, будет. Ну, он будет в каждой строке. Но если я это сделаю... Давайте я соку. Да, можно? Вы же уже переписали, зачеркнули, я надеюсь. Да, я здесь делаю принт. Вот этой штуковины. Еще одну. Поставим. Так вот, у меня будет распечатываться, что G, или себе E, F, G, F, L, M, 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 O, P. Ну, вот такой вот штуковинный мир. Понятно? Ну, просто я побаловался, так сказать, прямыми сдвигами в кодовой таблице. Понятно, спасибо. Все, кто в Паскале писал или там сдавал ЕГЭ, тимволе, они прекрасно это знают, потому что там это обязательно приходится делать, работать со строкой. Такие есть люди, поднимите руки? А что, у меня паскалистов нет? Паскалисты-то есть? В школе. В школе, в школе. В школе паскалисты. Я их не считаю. Не считаю. То есть вы там не работаете со строкой? Мы не работаем. Мы это не работаем. Ордычер? Присвоим. Слушайте, ну испортился вообще. Матхоматика в школе испортилась. Известно, да. А? Ну, я знал про ордычер. Один человек в аудитории. Так, ладно. Короче говоря, тип А. Больше никогда не буду употреблять как общее знание. Я думал, что все знают. Еще года 3-4 назад я считал, что это прям вот. Ну, это реально я встречал часто. Значит, print type S. Посмотрим на тип S. Ну, я вас не удивлю, если я назову тип у меня Svr. Понятно, да? Понятно, да? Ну, я сейчас не буду писать слово print, чтобы у меня помещалось. Но я хочу поинтересоваться, а какого типа у меня Svr. И какого типа у меня Svr. Ну, понятно, что надо было это дело распечатать. Ну, я просто напишу равно-равно. Так вот, тип S и того, ха-ха-ха. Паскалисты есть? Чар, да? А вот нет. А вот нет. Тип S и того, Svr. Вот так вот вам. Ну, в данном случае удивления как раз нет. Тип этого будет int. Итак, в чем фишка? Оказывается, a it – это элемент списка, а s it – это срез. Срез строки. Срез строки является строкой. Понятно? У среза вы проходили на лабораторной работе для строк, да? И вы их видели. Так вот, а s it – это срез. Строка является неизменяемой. Так? Срез строки присвоим. То есть, и еще один момент важный. Типа чар не существует. То есть, нет такого типа, как символ. Понимаете? Подождите, но ведь я только что писал. Чар ворк. Ну, то есть, смотрите, я почему еще подчеркну. Я просто, в правилах, пользовался чар как именем переменной. Но это и говорит о том, что не зарезервировано это слово, ни для чего, да? Ну, можно пользоваться, как хочешь. Мне нравится это. For chart in s, for symbol in s. Пожалуйста. Понятно? Типа чар нет. Строки, сколько угодно раз бери, она останется строкой, вплоть до того, что s от нуля, от нуля, от нуля, от нуля. А это что такое? Ну, я отхилло, беру срез, он является строкой, однебуквенной, но строкой. У него можно брать срез, нулевого символа. Он является строкой и так далее. Это, на самом деле, конечно, та же самая буква h, сколько раз срез не бери, это та же самая буква h. Она по-прежнему все время останется строкой, и у него нужно брать срез. Но это так, чтобы для предела, чтобы вы понимали. А зачем ты обводился вообще chart? В s что-нибудь как-то стали. Там он нужен. А заодно, опять? Сейчас, там равномерное кодирование, там 1-байтное или 2-байтное, но там оно, в принципе, направлено. В данном случае, поскольку кодирование неравномерное, ненужное и не оправданное, лишнее. Понятно? Надо сказать, что в си тип, символ в чистом виде. Как бы нет. Это число. В си мы оперируем с кодами символов, но мы об этом поговорим через губ. Так, ладно, возвращаемся сюда. А там все в порядке. Давайте с вами про строки на вот этой доске слегка еще поговорим. Собственно, функции по работе со строкой. По работе со строкой. Во-первых, это справочная информация. Мне бы не хотелось на лекции заниматься пересказыванием справочника. Потому что вы можете открыть, собственно, help. Давайте я сразу скажу, что надо сделать, что я могу знать все это всегда, когда вам надо. Help.stl. И вам интерпретарь послушно вывалит все документы в строке по всем функциям типа stl. Если вам долго читать, а вы хотите только название, ну, вы просто забыли название функции, то вы можете сделать dir для какой угодно строки. Для какой угодно строки. Ну, неважно, я двойные кавычки могу поставить. Для любого объекта типа stl dir вообще dir это функция, которая позволяет вывести все возможные атрибуты и методы данного объекта. То есть все, что с этим объектом можно сделать, оно выболит. Понятно? Вот поэтому dir очень такая и коротко, только название методов, и только название атрибутов. А уже потом вы можете взять и, ну, например, вы узнали, что есть такая функция appr, appr. Вы можете взять и сказать help и спрашиваете help str.appr. И он вам вывалит не все огромную простыню по строке, а только то, что касается документ-строчку данной функции. Ну, это просто чисто технически бывает удобнее. Это сработает в любом интерпетаторе и метода третьего. В любом, без интернета, только английский язык вам нужен, чтобы понимать. И все. Понятно? Благодаря встроенной документации это бывает крайне удобно. Ну, понятное дело, что можно зайти на docs.python.org и там прочитать это красиво в HTML-формат. Вот. Поэтому еще раз говорю, я не собираюсь сейчас рассказывать вам тут списком все функции по работе со строками. Я так пробегусь по несколько. Вот. Ну, во-первых, нам надо искать подстроку в строке. Ну, например, давайте найдем подстроку LL в строке hello. s равно hello. А, да, нет, чуть позже. Я не договорился сейчас, потому что важно. Значит, LL я уже озвучил. Длина строки LL s. Значит, теперь я хочу найти подстроку sub LL, да? Substring, sub. Соответственно, я могу сказать, что у меня поз равно s.find sub. Мы просто так назвали LL, sub. Да. А? Я LL просто назвал sub, да, у меня есть отделе. Ну, я сохранил ссылку на строку LL, на объект L, типа STR, свержащий LL. Что я делаю? Я через точку вызываю имя функции. Такие функции называются методы. Это метод строки. Метод объекта STR. Объект, наверное, через... Какой? Через мягкий? Объект, наверное. Лев, лев, лев. Я корень не могу выбирать. Ек. Объект. Субъект. Да, там. Да, по-моему. Ек. Итак. Значит, что у нас получается? Что есть объект, к которому применяется этот метод. И есть, собственно, параметры. Параметры. Качество параметров, функции find. Что я передал? Искомую под строку. А теперь давайте по делу. А что он мне вернет? Ведь у меня 0, 1, 2, 3, 4. А LL у меня, собственно, позиция 2, 3. Что он мне вернет? 2 минуты. Он возвращает мне левый, то есть вот индекс, собственно, индексом вхождения называется левый, самый первый символ, начиная с которого под строка входит в строку. Ясно? То есть у меня позиция будет... Ну, это замечательно. Комментарий. Что позиция у меня равен, я утверждаю, равен двум. Надо сказать, кстати, что если вы хотите внедрить вот такие... Это называется утверждение, да? Я декларирую вам, я утверждаю, да? По-английски что будет? I assert. Я утверждаю, настаиваю, да? I assert that поз equal to. So I can do it that way. Assert поз equal to. Опа! And what does it mean? It means that интерпретация, короче говоря, вот на этот момент реально проверит. И если я заблуждаюсь, то он мне об этом напомнит. Напомнит он мне жестко, он прервет программу, посчитает это ошибкой. Ну, потому что программист, вот раз он вписал такой assert, это значит, что он убежден просто. Он убежден, что к этому моменту ну, по-любому позу равен два. Понятно? То есть вы эти assert'ы, это хорошая практика вставлять такие утверждения там, где вы в чем-то уверены. Ну, например, в какой-то момент программы вы уверены, что x больше y. Понимаете? В этом случае вот должно продолжать программу, если x меньше либо равен y, нельзя. Понимаете? У вас вызвана функция вычисления чисел Фибоначчи. И предполагайте, что вы вычисляете только числа Фибоначчи, начиная там со второго или с первого числа, но не нулевое и отрицательное. В этом случае, что если вам дали отрицательное число, вы можете продолжать? Нет? Ну, вы пишете assert'n больше нуля. Понятно? То есть такие вот вещи, они спасают от некорректного поведения программы. Нам важно, чтобы программа была корректной. Простите меня за это отступление, оно важное, но сейчас не совсем. Просто выкидываетесь из программы, да? А, да. Assertion. Будет исключение, ошибка. Ошибка типа assertion. Итак, короче говоря, продолжаем с вами дальше. Дальше. Что мы с вами продолжаем? А, я, в общем, короче говоря, уверен в данном случае, я уверен, что по-странному. А теперь давайте поищем что-нибудь, чего нет. Ну, например, не знаю, воз равно sub.finds. Понятно, что строки s в подстроке нет. Hello нет в ла-ла. И вопрос, что вернется? Что мне вернется? Потому что функция, она ошибку выдаст или нет? Ответ. Нет. Вань в этом случае ошибки не выдаст. Он вернет минус 1. Да? Вот здесь вот окажется, я утверждаю, что cos равен минус 1. Ну, я обычно это комментариям пишу. Ну, я сейчас чуть-чуть закреплю, что вот можно делать о сербе. Итак. То есть, короче говоря, если я хочу проверить, найдено или не найдено, то что я должен сделать? Я должен сказать, да, if у меня cos равно-равно минус 1, да, в этом случае принт не найдено. а else двоеточие принт найдено в позиции в возле. Ясно? Надо понимать, что минус 1 является корректным индексом для доступа, начиная от конца. минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5. То же самое в списке. Мы можем доступаться к элементам от конца списка. Минус 4, минус 5, минус 6, да? Кстати, да, минус 6 достигает, то есть, минус лен А достигается, да, а плюс лен А является недопустимым индексом. Я к чему это? Что есть такая ошибочка, люди пытаются сразу, представьте себе, S, я хочу взять срез строки, начиная от символа X до конца строки. Понятно, да? S срез от символа X от S точка find X двоеточие, до конца строки, я не пишу, понятно, да? А представим себе, что строка у меня ну, hello, не содержит символа X. То есть, я здесь этого даже не предполагал. И у меня что может оказаться? Что у меня это по сути, давайте тоже диском напишу, тоже диском чему это равно по сути? Когда S find X вернет минус 1, то окажется, что у меня вычисляется S от минус первого символа до конца строки. Этот срез для букв щелло что содержит? Последний символ, да? Начиная от последнего символа включительно до конца строки. то есть у меня окажется, что это дело у меня равно равно в данном случае равно равно о неожиданно, да? Вообще символа X там нет. Я ожидал, что он там конечно всегда есть. Поэтому перед тем, как рассчитывать на то, что вы сразу возьмете, вы учтите, вот этот минус 1, который оттуда возвращается, является корректным индексом. Функция find никогда не возвращает отрицательных чисел. Она возвращает только 0, не отрицательные, от 0 и выше. Место вхождения от начала к концу. Есть такая штуковина. Представьте себе, что у меня строка это не hello, а hello 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 в нем lm содержится несколько раз. Вопрос? А какой индекс в этом случае вернет мне find? Ответ первое вхождение. То есть он начнет от начала строки спать нельзя на лекции есть кровать. Короче говоря, он добежит от начала, но зачем ему бежать дальше по всей этой строке? Все, конец, знаете. Однако я могу заинтересоваться последним вхождением с конца. В этом случае я могу использовать функцию r find. r find. она reverse find, она бежит от конца и ищет вхождение. Так, еще разу hello 5, 6, 7, 8, 9, 10. А в этом случае он мне вернет восьмерку или девятку? Девятку. Восьмерку. Начало вхождения под строки. Понятно? Начало, а не конец. в любом случае find или r find возвращает начало вхождение под строки. Так, чтобы от него можно было срезом взять, то есть, где содержится, если у меня поз не равен минус единицы, то какой срез у меня содержит под строку, если успех в поисках. в этом случае это с начиная от поз до чего поз плюс лен от под строки. Ой, квадратный стоп. Понятно? Ну, учитывая, что вот эта штуковина, она там минус один получит, то будет идеально, ровненько. Как раз под строка в этом среде сидишь. Если поз не равно минус единицы. Понятно? Тогда я прям это то самое место, тот самый срез строки, вот те позиции, в которых и найдена под строка. Но возвращайте, еще раз говорю, левая граница, а не правая, даже если R5. А как? Если я хочу подсчитать, сколько раз под строка входит в строку. Надо понимать, что функция в этом случае будет возвращать мне количество вхождений, а не места вхождения. Но если мне место неинтересно, а интересно именно, сколько раз там встречается. В этом случае я меняю наименование и, естественно, меняю функцию. Count. Ну, это давайте Number. Number. Чему это равно? s точка Count. Подсчитать. Ну, понятно, что в этом случае она реально должна быть пробежаться по всей строке и не остановиться после первого места поиска. А такой есть вопрос. А если у меня Hello? Сколько он там насчитает вхождении или? В принципе, возможно, два варианта. Он или вот такие перекрестные тоже считает, или не считает. логично или или. Ну, вот в питоне принято, что он не считает. Он считает вот так. То есть, те, которые уже засчитаны, не считает повтор. Ну, просто, чтобы вы знали и не ошибались. Если что. Так, с подсчетами понятно? Давайте с вами сделаем перерыв. Отдыхаем. Хотя вы недостойны своей опознания. Собрались? Простулись? Давайте продолжим. Так, нам надо быстренько двигаться уже к спискам, поэтому давайте еще чуть-чуть ускоримся. Со строкой ускорились. Скажите, все, что я рассказывал, понятно? Хорошо. Значит, что у нас осталось? А, ну, еще, с каунтом понятная ситуация, да? Глобальная. Есть достаточно простая функция, которая может быть применена в случае, если вам важен факт, есть строка в строке или нет. Это пишется так, если у меня sub in s, согласитесь, что красиво пишется, да? If sub in s print есть, строка вхождение, а else нету, то есть просто sub in s классный, удобный оператор, он проверяет под строку, для списка под список так найти нельзя, не заложена такая вещь, да? Но можно, я тут же напишу это дело, для списка тоже так можно, но в этом случае только x элемент ищу in a, понятно? print элемент есть, а здесь есть, соответственно, под строкам. Ну и есть возможность сделать отрицание этого утверждения, соответственно, sub not in a, not пробел in a. Это абсолютно то же самое, то есть вот эта вот штуковина это то же самое, что not sub in a. Ясно? Ну так бывает удобно. If hello sub in a. Прошу прощения. Я тут фигню смешивал. Ох ты, сейчас мы с вами сядем. Я не ожидал, что не сядет. я сейчас просмотрю, что я должен рассказать. Обращение. Отключите извините. Спасибо. in s. Естественно, в строке. sub in s x in a in s. Вот. остальные функции я вам рассказывать не буду, а их много. Строчку можно upper, lower, title, capitalize, даже strip можно сделать. r strip, l strip и просто strip. Это оборвать пробильный символ. это бывает удобно, когда вы считываете с клавиатуры s равно input. Причем это можно еще и сделать вот так, смотрите. s равно input вернул тип st, а я к нему говорю точка strip. Этот метод не требует никаких параметров. Просто разделить и все. Это значит справа оторвать все пробелы и слева оторвать все пробелы. То есть вы получили только значащую все внутренние пробелы останутся как были, нетронутые. А, я забыл, еще одну функцию я скажу забавную, это функция replace. Может быть это способ нарушить неизменяемость строки? Некоторые так сначала думают. Я беру и говорю s точка replace ну давайте ll ll запятая ll нет строка останется прежней но на ее основе будет создана новая строка в которой все символы ll маленькие заменены на ll большие и эту новую строку я могу куда-то сохранить s1 понятно то есть она этот метод он самую строку не меняет но он возвращает новую строчку на основе этой понятно точно так же действуют и функции upper lower если я хочу изменить строчку и поднять ее то я говорю s равно s upper в том случае если меня старая строка не интересует эта инструкция она не меняет объект строки старой она делает идентификат s ссылающимся на новую строку естественно если на старую никто не ссылался сборщик мусора уничтожит старые объекты строки ясно? а это что делает? на все по сути это будет выглядеть upper upper case все в верхний регистр hello будет написано то что уже в верхнем то что уже в верхнем останется в верхнем есть lower есть capitalize в котором каждая очередная буква есть title то есть apple просил большую букву да? а оптор возвращает строчку в которой все символы буквы сделаны заглавные но оно там вопрос для всех ли языков для всех ли кодиров корейского китайского там нет оптор но тем не менее для русских оно по-моему работает так возвращаемся к в общем понятна методика изменения строки если вам надо изменить строчку все-таки именно как ну я еще раз говорю изменить строчку нельзя но тем не менее эх стер я желтки палки а надо было вам показать а что если я все-таки ну очень большой пасхалист но очень хочу пасимбольно обрабатывать то же самое что я там то сделал то есть именно пасимбольно сдвигать коды символов что-то вот такое делаю как я это могу сделать вы знаете самое разумное что можно сделать наверное это перевести строчку в список сделать это тривиально представьте себе что у меня вот с равно кило я сейчас не буду это переписывать я беру и создаю объект давайте я прям а его назову чтобы вы точно понимали что это другого типа это будет списано я говорю это лист на основе строки дело в том вот эта штуковина это конструктор списка она конструирует список создаёт конструктору списка куда можно засовывать любые итерируемые объекты ну например туда можно ему пихнуть range лист от range от пяти range от пяти это итерируемый объект который списком не является а если ему туда впихнуть конструктор списка то он вернёт список построенный из объектов которые возвращает range range возвращает int 01234 у меня получится список 01234 но я сейчас не этого хочу я сейчас хочу лист от s таким образом я что получу я получу список в котором каждое отдельное ну допустим я это сделал давайте они все заглавляю у меня уже да хе л л о список является изменяемым его можно я за счёт факта создания уверен что каждая строка в этом списке не символа строка она у меня односимбольная а значит к односимбольным строкам можно применять ордер ну кстати да орд нельзя применять строкам длины не единичка понятно да то есть орд а какой символ вызывает accept там assert в сути содержит так вызов это ладно проверка утверждения чтобы не вызывали орд с какими-то другими по длине строками итак а равно лист от s и дальше пожалуйста с аитом можно работать я беру и пишу ну например for i in range len a ну он равен len s и что я делаю а и тому я кладу чр от орд вот а и того чр отбор от а и того плюс один о остается вопрос как мне это вернуть обратно в слитную строку у меня сейчас список строк а мне надо из него одну строку соединить ну для этого есть замечательная функция join соединить она как раз для этого и используется соединять в списке слов в этом случае я говорю s равно дальше я в кавычках пишу разделитель символ разделитель если я напишу там пробел например пробел в кавычках точка join а в этом случае он будет использовать я замечу что join это метод строки к которому суется список это метод не списка к которому дается строка разделитель а разделитель точка join а разделителем соединить а понятно как читать запомнили в этом случае у меня что получится у меня получится строка в которой у меня ну как там еще 7 f i g8 8 i да у меня получат а сейчас после h у меня i i я там неправильно написал у меня будет i так после это f r f lm m m m m m p p p p p p у меня будут протела использованы в качестве разделителей между буквами в конце не будет понятно это как используются разделить я могу сюда поставить любой символ черточку минус например тогда у меня тут будут минус звездочку будут звездочки если я там напишу две звездочки то двумя звездочками будет разделять эти буквы будет забавно выглядеть да а если мне не нужно разделителя то я просто пишу две кавычки рядышком пустой разделитель и в этом случае получится и f mmp то что я и ожидал я хотел обработать посимвольно вот я обработал посимвольно и собрал обратно строчку понятно так есть а если бы у нас было там хэлло написано там 1 2 3 то это черфор выделало бы 2 3 4 получается да да ну надо сказать что-то для девятки там он бы уже какой-то символ писал я не знаю какой символ в оски это часть которая совпадает с оски какой символ там после девятки не знаю после нуля единичка там 0,1,2,3 так что-то а там ну мы опять вылезем в какие-то неизвестные нам символы при желании мы можем распечатать хоть всю страницу юникода for i in range 65 ну там не знаю какой это вот и print чр и ты да и он попытается все это распечатать есть непечатные символы невидимые символы всякие пробел табуляция всякие бэкспейс тоже имеет свое обозначение у перевода каретки есть свой код в общем можете побаловаться я не буду сейчас потрогать давайте двинемся к спискам спискам сейчас первое главное что вы должны знать изменяемость списка итак а равно 1 2 3 b равно а b первый равен 20 принт а что я увижу 1 23 картинка поясняющая а это ссылка на список ну если уж совсем честно то есть в принципе я могу так написать 1 2 3 ну если уж совсем честно то список это список ссылок на объекты 1 2 3 причем если там несколько раз будет одно и то же например 1 2 1 да то у меня будет вот эта ссылка например она будет на тот же сам объект но ссылки разные да эту ссылку могут менять индивидуально только b вы описали print b и что нет британ ну что думаете я ошибся нет нет я ошибаюсь хорошо что вы пытаетесь поправить я конечно ошибаюсь я печатаюсь но сейчас я не ошибся смотрите сюда давайте 1 2 3 вернем обратно и я их впишу там список дальше b равно а что я написал что такое этот оператор присваивание если был бы паскаль было бы присваивание у меня была бы перегрузка потому что копия создается списка поэлементное копирование которое закончится завтра а в бетоне это всего лишь что связывание то есть у меня b является идентификатором на тот же самый список тот же самый список то есть у меня выполняется не только b равно равно а у меня выполняется еще одно утверждение ну давайте я тоже через асер пишу а а из b есть такая специальная я вам по-моему отговорил про нее один раз специальный оператор сравнения ссылок который проверяет указывают ли а и б как ссылки на один и тот же объект так вот я утверждаю что это true и это true и это true ну то есть асер у меня в данном случае не вылетит не возник ясно а как мне быть а как мне сделать так чтобы у меня b был реально то есть короче говоря у меня произошло копирование мне надо сделать так мне надо реально создать копию этого объекта копию то есть мне нужно здесь сделать операцию копирования а то есть b является ссылкой на копию а нет для этого есть конечно специальный модуль дип копии лобуков копировать мы не будем и он все равно не идеален во всем но есть простой способ явным образом как нам сделать опию списка а явным образом в помощи среза списка среза списка я долго не буду рассказывать потому что там те же самые старт стоп степ то есть среза списка они работают с точки зрения этого также как среза строк а квадрат в скобках старт двоеточие стоп двоеточие степ срезы с двумя параметрами никогда не выдают ошибок то есть даже если я а равно 1 2 3 4 5 давайте 0 1 чтобы у меня совпадали 0 1 2 3 4 так то если я употреблю срез от минус 100 до минус 50 это как бы глубоко левее нет таких тут символов здесь не больше 100 символов мне даже не больше 50 у меня срез мимо то это не ошибка это просто пустой срез понятно а вот если я пытаюсь добыть элемент с каким-то индексом не важно положительным или отрицателем но он выходит за граните минус лент списка включительно плюс лент включительно то есть а минус сотый или плюс сотый неважно для данного списка это что такое это ошибка индекс error ошибка добывания по индексу и дальше срезы с тремя параметром ну там с шагом понятно шаг 2 например можно а равно ну прошу прощения а а в квадратных копках от нуля до допустим 10 с шагом 2 но нет у меня индекса 10 ну не важно что раньше встретится конец списка или стоп стоп не встретился но конец списка встретился а содержать будет 0 2 4 то есть это будет список готов да срез списка есть список и даже если я срежу всего лишь один единственный элемент а от 2 до 3 ну естественно не включительно то есть получится у меня какой 0 1 2 только 2 да это фактически чему равно это равно списку содержащему двойку понятно то есть это не то же самое что а от 2 а от 2 это собственно двойка нет это еще раз не равно а от 2 да который равен самой двойке иметь тип ин то есть это элемент а это срез который хоть ли не просто единичка список из одного даже такая фигня работа смотри а вот 2 до 2 это что такое да это пустой средств пустой средств там пустой список ничего нет но знаете кое-что у него есть дело в том что в срезы списка можно присваивать это удивительная и классная вещь смотрите давайте сейчас какой-нибудь разумный интерес пишу ну допустим срез а кстати я не сказал про то что можно делать срез от начала до конца от какого-нибудь символа от символа с индексом 2 до конца или от начала до предпоследнего символа до последнего символа элемента не включителя так можно пропускать так вот туда можно присваивать то есть я туда присваиваю еще один важный момент я присваиваю не в имя а вот в такую же комику если бы это было присваивание в имя то я бы сказал что это оператор связывания а в данном случае нет в данном случае я не в имя кладу значит что-то странное происходит это реально изменение того же самого а то есть а изменя когда я присваиваю в срез короче говоря в срез б ну я предполагаю что б уже существует пусть он там пустой список у меня пустой список можно так создать можно пустыми квадратными скобками все равно это пустой список так в срез б присваиваю вот 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 это копирование причем в тот же самый б который уже был то есть у меня б был пустым списком то есть он формально список там нет ни одного элемента у меня есть какой-то c который равен из b c из b то есть b равно лист давайте вот сюда впишем c равно b то есть у меня c и b это один и тот же список и я хочу не новый объект создать новый объект являющийся копией 1 2 3 копией а и b на него указываем то есть у меня порвется связь между b и c вот если я хочу не эту а реально изменить b и скопировать туда значение то мне надо а добыть срез и присваивать в срез ну правда в данном случае в случае присваивания в срез как раз ссылки все равно не произойдет поэтому можно вот здесь вот тогда если я присваиваю в срез здесь можно срез не писать вот я лучше оставлю понятно я созвоню объект копию а и присваиваю в срез b то есть я прям поэлементной b меняю надо заметить вот что вот я сейчас это дело показал а ведь длина среза v который я присваиваю не совпадает с той длиной которую я туда кладу да здесь здесь у меня сколько элементов было ноль стало 3 да то есть присваивание в срез оно может двигать помните мы говорили что для строки а и туда нельзя с и туда нельзя менять другой символ для списков при работе со срезами списков вот я давайте еще раз вот здесь покажу а от 2 до конца а я туда положу 20 30 а 20 30 я туда положу все что я сделал что я сделал со своим списком я изменил список а таким образом что он у меня содержит теперь 0 1 20 30 то есть я вырезал туда кусок понятно заменил причем можно сделать это и по другому ну давайте не знаю вот здесь это покажу давайте так будем считать что этого не было чтобы у меня список а был по прежнему с 5 элементов 0 1 2 3 4 да хорошо чтобы было легче воспринимать а от начала до последнего не включительно последний я не трогаю я на место этого среза на место этого среза я кладу давайте что-нибудь туда положим давайте туда положим какой-нибудь срез взятый собственно из а ну допустим а но только задан наперед а двоеточие двоеточие минус 1 от края до края с шагом минус 1 так что у меня получится у меня получится 4 3 2 1 0 но этот кусок у меня остался на месте и 4 это от того чтобы у меня оно переехало сдвинулось самое а так среза с тремя параметрами там в данном случае видите у меня опять же будем считать что все предыдущее не состоялось к этому моменту а от 0 до 4 разговорчики встрою так в случае среза с тремя параметрами у меня обязательно должны совпадать длины то есть я могу написать равно не знаю 7 8 9 да и у меня это сработает то есть у меня произойдет что у меня получится что список приобретет вид 0 0 7 запятая 1 8 запятая 3 запятая 9 понятно то есть я вставил вот так вот решеточки понятно ну кстати из забавных вещей что можно достаточно легко со списком сделать решеточкой туда вот так вот разложить числа да взять и присвоить в свес списка числа например так чтобы 0 2 4 1 3 то есть вот такое вот пожалуйста решеточку присвоили срез наоборот ладно я сейчас не буду все эти полоски делать а давайте с вами вот что разберемся а вот с этим с этим понятно я вместо одного элемента могу много элементов напихать а чем вот этот вот срез интересен он пустой но если в него что-нибудь присвоить ну давайте туда напишем 7 7 7 и опять я предполагаю что к этому моменту у меня всего предыдущего не было а был равен из 5 элементов от 0 до 4 что у меня получится у меня в этом случае вставится в позицию с индексом 2 а сама позиция с индексом 2 у меня куда то есть вот срез у меня как бы пустой но у него есть позиция вот этого вот среза есть положение в списке поэтому я могу 0 1 7 7 7 2 3 4 ясно то есть я впихнул в середину списка призваивание в средств очень мощная штука для изменения списка вот надо сказать что если человек читающий питон этого не знает то для него это магия надеюсь будет ли у вас понятно значит с изменениями списка да еще один момент работа с функцией и изменения списка допустим у меня есть функция которая меняет список дэп дэп чейндж а я в этом в этом в этой функции беру и говорю а например нулевой равен 7 и я называю у меня есть какой-то реальный а давайте я делаю лист от рейндж от 5 это тот же самый лист от рейндж от 5 и я вызываю функцию чейндж чейндж а ну и я распечатаю собственно этот самый а кстати я вам наверное не говорил что есть так говорил что есть функция звездочка такая у нас на оператор который позволяет развернуть элементы списка в параметре функции принт как будто они тут через запятую а нулевое а первое записано да это кстати тоже удобно с итерируемыми объектами взять итерируемый объект впихнуть в любую функцию развернув его как параметр понятно а ну как бы она его расшифровывает поэлементно а нулевой запятая а первый а второй и так далее до самого конца да мне к чему что без квадратных скобок без запятых тут будет через пробел и напечатка как принято по умолчанию печатка так вот что я увижу я действительно в данном случае увижу 7 1 2 3 4 заметь заметь естественно ничего не поменяется это формальный параметр называется b но b является ссылкой на тот же самый список а ясно? да на тот же самый однако однако давайте я чуть-чуть приподниму то же самое b нулевое равно 7 а давайте теперь сделаем так я скажу b равно b 2 2 и минус 1 что я сейчас делаю я пытаюсь воспользоваться магией питона и развернуть ну срезвый список и развернуть список на запах все элементы обернуть вот так что вы думаете я увижу как вы считаете я увижу 7 1 2 3 4 о чудо то есть 7 как у меня там будет а разворота не будет то есть одно действие меняло список а второе но самое страшное что произойдет вот тут я скажу b нулевое b нулевое равно давайте не знаю 10 b нулевое равно 10 а нет ну десятки не печатают я в шоке в панике что я делаю я беру залезаю внутрь функции начинаю как это дебажная отладочная печать дебаг принтинг да давайте посмотрим неужели питон перестал работать делаем принт звездочка b прямо внутри функции только что изменили и смотрим на него принт звездочка b ну чтобы развернуть его опять же коротко смотрим на него да нет все в порядке все в порядке вот в этот момент b действительно что там он содержит в себе да это 10 3 2 1 7 понятно да то есть он все нормально и 7 туда вписал и развернул и десятку на первое место поставил вместо четверки да так почему же ответ в ответе догадались кто не найдется новый объект создался при срезе новый объект и и b ссылается на этот и b ссылается на новый объект то есть у меня b пока я не присваивал в сам b понимаете пока не произошло вот это фатального b равно у меня b еще ссылался на тот же самый объект а я сделал что я потерял ссылку я сослался на новый объект таким образом имя b оторвалось от того объекта и начал указывать на какой-то другой естественно что по окончании функции этот объект b перестает существовать и объект тоже вместе с ним потому что сборщик мусора его съест на него никто не ссылается ясно то есть если я хочу чтобы эта функция меняла сам список то мне нужно бережно относиться к этой ссылке и не терять и не присваивать в нее описать присваивание я сейчас сокращу только но разворот то мне нужно присваивать именно в срез то есть вот так b в срез ну или поэлементно обрабатывать поэлементно обрабатывать можно b присваивание в срез кого b от начала до конца с шагом минус 1 вот такая функция вывертыш которая разворачивает список надо сказать что у этой функции есть минус только вот примитивное оказалось бы да я победил я победил я добился того что у меня меняется эта функция меняет разворачивает массив да ну можно назвать ее словом reverse например да reverse будем применять его к спискам но кое-что она делает не совсем так как хочется а именно она тратит лишнюю память да и время дело в том что экономически выгоднее с точки зрения использования процессора и памяти делать изменения списка как это делалось в си и в паскале на месте я не уверен знаете ли вы это из школы поэтому я вам расскажу парочку собственно алгоритмов очень простых которые будут записываться длиннее но с точки зрения памяти выгоднее потому что он работает на месте без создания нового объекта вообще а здесь при вычислении создается новый объект по памяти равный длине списка если список у вас 100 мегабайт значит у вас дубликат списка временный на время вычисления плюс еще 100 мегабайт памяти откушает понимаете вам если уж надо развернуть список для хранения ну в этом случае надо подумать может быть вам для такого масштаба надо все-таки прописать этот пантерик и как мы это с вами сейчас сделали давайте сразу оформим эту каткушу ту же самую я ее назову деприверс а вот у меня есть список давайте в нем будет 0 1 2 3 4 5 6 7 мегабайт что мне требуется сделать мне требуется поменять местами нулевой и шестой первый и пятый второй и четвертый третий и третий и не надо как я это сделаю я запущу при помощи циклофор и рейндж лен а кто знает тот домолчит и скажу а и ты ну я по-битоновски сразу делаю а и ты запятая а минус 1 минус и ты ну понятно с конца какие-то элементы я начинаю от нуля равно а минус 1 минус и ты запятая а то есть я два элемента переменяю местами причем поскольку я работаю по индексам с этим списком то я меняю сам список тот же самый и все нормально return не надо я меняю именно его ссылку вот по ссылке понятно запускаю функцию не работает был список который 3456 таким остался в чем проблема он важно будет это делать да да есть люди которые знают наверное или догадались дело в том что у меня и пробегает значение от нуля до шести включительно то есть он меняет местами нулевой и минус первый первый и пятый ну минус минус второй да второй и минус третий так третий и минус четвертый а потом четвертый и минус пятый пятый и минус шестой так и шестой и минус седьмой понятно то есть он короче говоря поменял 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 а потом обратно поменял 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 много работы результата мало что требуется требуется сделать это только доли m а пополам. Ну естественно на целом, что Френч нормально с тобой. Понятно? Ну такая мелочь, но алгоритмическая, чтоб вы же мозг свой прокачивали и понимали, как оно происходит. Вот, ну давайте на этом мы сегодня остановимся, хотя я еще вам хотел сказать, что есть такой список, который называется double. Это по сути замороженный список, с ним можно делать все то же самое, но он в круглых скобках пишется и он не изменяет. То есть все операции присваивания в срез, присваивания в индекс, они не работают для него, все остальное работает. Называется кортеж. Подробности про кортеж будут уже отдельно. Все, на этом пока все. Спасибо за внимание.